Здорово, мужик, на связи Шамшурин И хочу сейчас поговорить с тобой о таких вот женских страхах Двух, вернее даже одном женском таракане Который очень сильно может повлиять на результат знакомства с девушкой То есть у женщины, относительно мужчин, есть вот два самых больших страха Два самых больших таракана Первый таракан, первый страх это бояться показаться непривлекательной То есть для девушки, для женщины нет ничего страшнее, чем быть некрасивой в глазах мужчины Это вообще очень страшно, это жутко просто Женщины бегут от этого всячески просто, как только могут Вот, кстати, в чем измеряется женская красота, например Это такое абстрактное понятие Допустим, в наше время сейчас мужская красота, она измеряется совершенно какими-то четкими критериями То есть там, мышцы какие у тебя, сколько у тебя денег То есть все измеряется в цифрах Какой у тебя таз, на чем ты ездишь Какие у тебя часы и так далее Твоя должность, ну такая фигня материальная А женская красота, это такое относительное понятие Я красивая, почему ты красивая, ну никто не понимает Фиг знает, сколько килограмм в тебе красоты Женская красота на самом деле измеряется в психоэмоциональном состоянии мужчины То есть если, допустим, девушка заходит в какое-то кафе И все мужчины, которые там сидят Они продолжают есть, как ели То значит, перед девушкой, наверное, такая не особо привлекательная А если же они все начинают просто на нее смотреть Да, там, вести себя как-то по-другому То, естественно, значит, женщина красивая Но сейчас не об этом Вот, значит, первый, самый большой женский страх Это боязнь быть непривлекательной в глазах мужчин И второй вот страх тарака, на котором я сейчас хочу поговорить немножко Это страх показаться излишне доступным, легкодоступным И, да, страх показаться шлюхой То есть вот этот страх, он на самом деле мешает женщинам жить Потому что, да, то есть очень много бывает моментов Когда вот все сейчас вот будет секс Да, но вот девушка сама себя в последний момент обломала И ты ничего с этим не смог сделать Да, ты старался, там, ты как-то вот обходил ее там возражения Обходил ее мозг, возбуждал ее Но вот нет и все, да Да, то есть вот пусть потом она будет кусать себе локти там на следующий день Да, говорит, что, блин, как так надо было все-таки, наверное, ему там разрешить отдаться, да Но это будет потом А самое главное для нее, то есть она скажет все Ну, зато я вот не шлюха, да, я не показалась доступна Вот, как этот страх может повлиять на знакомство, да, очень просто Потому что если есть какие-то свидетели рядом с этой девушкой, не знаю, люди, которые там стоят, подруги какие-то, которые сидят рядом То это может, ну, усугубить ситуацию, да И, как бы, одно из самых важных правил, да, соблазнения и знакомства Это, что девушку надо отделять от общества, да И все это происходит один на один вообще В идеале соблазнения происходит один на один Вот, ну, вот тебе просто пример, допустим Ты едешь в метро, вечер, там, полный вагон людей И все какие-то уставшие, задроченные едут с работы Вот этот вот депресняк, негатив Ты на них смотришь, думаешь, боже, что я вообще здесь делаю, да И вдруг вот в вагон заходит какая-то невероятной красоты девушка, да И это просто, знаешь, как вот луч такой, луч солнца Среди мрачного какого-то осеннего неба Ты, естественно, начинаешь на нее смотреть Ты думаешь, блин, она классная И к твоему какому-то приятному удивлению Ты начинаешь замечать, что девушка на тебя тоже немножко посматривает И даже, может быть, кажется, что она краем губ, она слегка улыбается Вот, и, допустим, представим ситуацию, что тебе хватило яиц, да И ты все-таки, ты решаешься к ней подойти Думаешь, ну а что тянуть, тем более тебе выходить через пару остановок Поэтому как бы надо делать это быстрее Ты подходишь к этой девушке, несмотря на то, что она вроде бы даже была готова идти на контакт, как тебе показалось Она тебя сливает, то есть она не дает тебе свой телефон Она говорит, там, нет, я не знакомлюсь, извините, молодой человек, там, я не хочу общаться А рядом еще, блин, что еще более больно для тебя, да Стоят два каких-нибудь там задрота, которые смотрят на тебя И на нее и хихикают, типа, там, парня слили Но про них вообще отдельная ситуация, отдельная история Про этих неудачников, которые оправдывают свое бездействие тем, что смеются над тобой Такие будут всегда люди Вот И, в общем, девушка тебя сливает То есть ты не понимаешь, почему и ты уходишь, тебе очень обидно А на самом деле, кстати, вот две прикольные телки какие-то Классно выглядите, кстати Хорошего вам дня Вот Почему тебя слили, да, то есть Потому что девушка подумала в этот момент, что сейчас абсолютно весь этот вагон Да, только и делает, что смотрит на нее и оценивает, вот Не шлюха ли она, то есть, как бы Она же не может всем подряд раздавать телефоны на глазах у людей И даже если потом она будет жалеть, зато она сейчас скажет себе, что я Ну, зато я не показалась доступной Да, то есть, ну, вот так вот устроен мозг женщины И это реально таракан, который мешает им жить Что можно было бы сделать, да, в этой ситуации То есть, лучше бы, конечно, было дождаться, когда она выйдет Либо там подойти потихонечку спросить, докуда она едет И как-то этот вопрос попробовать решить То есть, стоит только выйти Допустим, вот на станцию из вагона, да, вот эта иллюзия у женщины пропадает Что на меня сейчас все смотрят Потому что там на станции все куда-то бегут Всем пофиг, да И там она уже более О, еще одна девка Более легко И как бы открыто будет с тобой общаться То есть, там это будет гораздо легче То есть, только по той причине, что ей не кажется, что на нее все смотрят Вот такой прикол То есть, и этот таракан, этот страх надо учитывать То есть, при знакомстве всегда нужно включать мозг То же самое бывает, когда девушка там зашла в магазин, например, да То есть, вот я на своих тренингах учу парней вытаскивать девушек из магазинов То есть, я сознательно специально даю им какие-то упражнения, чтобы они делали это То есть, во-первых, для девушки это крышеснос Когда подходит мужчина, да, говорит Привет, там, ты мне понравилась, давай выйдем, пообщаемся Берет ее за руку и вытаскивает Вот А во-вторых, опять же, та же самая ситуация В магазине на нее все смотрят, да Там кругом продавцы Там какие-то вот, которые только и смотрят, чтобы к ней сейчас подойти И что-то ей подсказать, да И как лучше бы сделать, да То есть, допустим, ты какой-то момент выбираешь Когда она остается одна и от нее отходят продавцы В этот момент ты подходишь к ней Говоришь, ну, открываешь ее Говоришь ей там какие-то вещи хорошие, да, комплименты и так далее И потом ты берешь ее за руку, либо за локоток И как бы не дожидаясь вот ее реакции Пытаешься вытянуть ее из магазина Мотивирует это тем, что ты мне понравился Я буквально на секундочку тебя сейчас украду И верну обратно, не переживай